Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 1 июня. Память преподобного отца нашего Дионисия, игумена Глушицкого, нового чудотворца. Этот преподобный отец наш Дионисий подвязался сперва вблизи озера, называвшегося Великим Кубенским и находившегося на расстоянии 14 поприщ на восток от города Вологды. Впоследствии он оставил это место и в сопровождении инока по имени Пахомия стал обходить многие места, расположенные в окрестностях названного озера, ища такого, где бы в уединении он мог отдать о служении Богу. Преподобный Дионисий и Пахомий пришли в селение, называвшееся Лучицей, и здесь прежде всего построили себе келью, а вскоре соорудили и церковь во имя Святого Николая, которую и осветили по благословению ростовского епископа Григория. После этого стали собираться к ним иноки, чтобы жить с ними и подвязаться для душевного спасения. Устроив на указанном месте монастырь, преподобный Дионисий учредил в нем общежитие и принял затем сам священника, стал в чистоте приносить жертву Господу. Вскоре преподобный поставил настоятелем устроенного им монастыря ученика своего, вышеназванного Пахомия, и преподав благословение мира братья, сам удалился из монастыря на расстоянии пятнадцати поприщ на реку Глушицу. И там остановился на ночлег. В тонком сне он услышал как бы голос, раздающийся в этом пустынном месте, и зовущий его. Он тотчас же пробудился, почувствовал великую радость и, сотворив молитву, водрузил на этом месте крест, который принес с собою. А потом под одним деревом, который до настоящего времени растет внутри монастыря, имеет черные ягоды, называется черемухой, соорудил себе небольшую келью. Один человек, страдавший зубной боли, съел с верою ягоду с этого дерева, и тотчас же почувствовал себя здоровым. После всего преподобный Дионисий предался на этом месте строгому воздержанию, всеночному бодрствованию, посту и молитве. И спустя немного времени один за другим стали приходить к нему на это место иноки, так что число учеников его стало умножаться. Видя это, преподобный построил на этом месте церковь во имя Пресвятой Богородицы, честного ее покрова, и устроил монастырь. Прошло несколько лет после этого, и число иноков увеличилось до того, что помещение в церкви оказалось для них малым, и они стали просить святого Дионисия, чтобы он построил для них другую церковь, большую этой. Исполняя просьбу братья, преподобный построил новую церковь, значительно большую первой, чудно украсил ее иконами, снабдил книгами, и неленостно стал получать братьев, наставляя их в том, что должно было принести им душевную пользу. Однажды, когда преподобный собрался идти в церковь к богослужению, на него напало множество бесов. Скрижища зубами, они стали его бить, а затем, поднявши пол, положили его там и говорили ему, «Уйди из этого места, иначе ты умрешь злою смертью». Но преподобный молитвою победил их слабую силу, и они тотчас же исчезли. Между тем братья, не видя святого, пришли в его теле, и нашедшие его придавленным половыми досками, подняли пол, после чего он сказал им, «Ведь, братья, какую борьбу ведут с нами враги наши, но пусть это не устрашает нас». После всего преподобный Дионисий тайно от братья ушел из монастыря и пришел в пустынное место, находившееся на четырех поприщах к югу от Большой Лавры, на берегу той же реки Глушицы, называвшейся Сосновцем. Здесь он соорудил церковь во имя Иоанна Крестителя, построил кель и переселил сюда из своего монастыря некоторых из братьев. Он сказал им, что здесь будет погребено тело его, и повелел им все необходимое для своего содержания получать из Большой Лавры, на этом последнем месте своих подвигов еще за семь лет до своей кончины. Преподобный сам выкопал для себя могилу, чтобы она каждый день напоминала ему о том части, когда в нее будет положено тело его. С этого времени он еще более усилил свои богоугодные подвиги в посте, молитве и бодрствовании, и много раз всю ночь простаивал на морозе, утруждая этим плоть свою. Совершив силой Христовой множество чудес, и причастившись перед исходом души своей причистого тела и крови, преподобный Дионисий приставился в вечный покой. Скончался в 74 лет от роду в воскресный день 1 июня 1437 года. Наружность преподобного была такая, рост он был низкого, и телом весьма худ. Голову имел немалую, брови полукруглые, лицо продолговатое, щеки впалые, глаза кроткие, бороду до груди густую, волосы светлорусые и полуседые. Богу нашему слава, во веки веков, аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Игорь Негода Игорь Негода